Друзья, всем привет! Продолжаем готовиться к весеннему сезону. Фактически у меня все сделано, но обратил внимание, что стал подтекать у меня сальник переднего редуктора со стороны кардана. Мелочь такая, в принципе, по сути. Но она стоит трудоемких затрат и неприятно. К всему прочему, я еще хотел бы по просьбе Виталия показать, как крутит гайковерт, то есть именно, что она откручивает ступичные гайки, которые затянуты по мануалу 205, там плюс-минус 15 ньютонов на метр. Итак, проверяем мы, значит, затяжку ступичной гайки. Там у нас указано по мануалу 205, плюс-минус 15 ньютонов. Ну, у меня выставлено 196. Все, дважды проверим на скорости. Вот, собственно говоря, ступичная гаечка у нас открутилась. Также продолжаем откручивать гайковертом. Все это достаточно очень быстро и оперативно получается. Ну, где-то подлезть не очень удается. Приходится немножечко развернуться. Я уже его расслабил. По факту дальше здесь. Шестигранником откручиваем. Снимаем вот эту тормозную магистраль и подвешиваем ее так, чтобы она нам не мешала. Далее, когда у нас мы открутили, мы, значит, демонтируем тормозную магистраль и отводим в сторону и подвешиваем, чтобы она не мешала, чтобы нам удобно было вытащить привод. Погнали дальше. Очень аккуратно, поскольку магистраль сама по себе хрупкая, то есть обломить ее раз-два, вот тут уже у меня имеется некий надрыв, поэтому надо очень быть аккуратненьким в этом плане, чтобы не перегибало. Ну, далее мы снимаем шплинт целевой тяги. Соответственно, на 19 мы у нас вот здесь вот есть, начинает вращаться, его надо просто зажать ключиком. Натеряем шайбочки. Ключ оказался на 17. Значит, и вытаскиваем тягу. Аккуратно тяга сидеть может на конусе. Также она посажена на шайбочку. Шайбочку также не теряем. Заодно проверяем рулевую тягу на люфты. Ну, наконечник имеется ввиду. В целом, тяга еще походит. Такой небольшой совсем люфтик, прям чуть-чуть. Просто когда залазишь в этот узел, тут либо проверяем вашу жадность, насколько вы, в принципе, готовы заменить его или еще походит. Вообще, в целом, все это дело ушатывается только из-за того, что там вода. Вода-то так это будет ходить практически все очень и очень долго. Ну что, следующим этапом у нас будет амортер. Снимаем его. Вот, собственно говоря, и сняли мы амортер уже. Откручиваем, значит, нижнюю шаровую и удобнее всего для того, чтобы это вообще запасить. И с ключами на 15 практически они здесь все. И все. Очень много гаек на 15. Чтобы, собственно говоря, потом не испытывать проблем, когда мы что-то откручиваем, а у нас, оказывается, есть нужный инструмент. Поэтому вот так. Ну что, продолжаем. Собственно говоря, я вытащил привод с этой стороны, вытащил привод с другой стороны. Ну, теперь остается нам только сдвигать редуктор в ту сторону для того, чтобы вытащить кардан. Ну что, собственно говоря, получилось у меня вытащить кардан. Значит, какая-то суть. Редуктор я открутил. Чуть-чуть его сдвигаем и начинаем вытаскивать вот с этой части. И чуть-чуть поворачиваем редуктор. И получается у нас... Ну, эта часть кардана выходит сюда. Это как бы... Ну, вот у меня так лучше всего получается. Далее, что нам нужно? Нам нужно будет выкрутить вот этот болт. Болт на 13. Проблема основная какая? Что вот так просто он не выкручивается. То есть нужно как-то зафиксировать вот эту часть. Для того, чтобы нам можно было вставить инструмент и продолжить откручивать. То есть, ну, используем некую определенную смекалку. То есть, либо мы привод вставляем, как удобно. Тут вот уже на... Все зависит от того, на... Как вы сможете придумать, зафиксировать для того, чтобы откручить. Только не забываем то, что вот этот болт сидит на локтайде. И когда мы обратно будем его закручивать, не забываем его фиксировать на локтайде. Ну, собственно говоря, вот он даже редуктор. Он легко снимается, когда с одной и другой стороны ты разбираешь. Ну вот. Мы видим и причину течи сальника. Это втулка, которая имеет определенный уже износ. Ее следует заменить. Собственно говоря, вот так. Как это лучше всего откручивать? Честно говоря, поскольку, если использовать простой, классический, назовем такой инструмент с трещоткой, с трещоткой, которая вставляется сюда, для того, чтобы открутить болт, который сидит на резьбовом фиксаторе, у нас начинает вращаться все остальное. Ну, нам опять на выручку приходит гайковерт. Мы зажимаем, соответственно, муфту и с помощью, собственно говоря, ударной головки мы все это легко, в принципе, откручиваем и все это сходит. Опять-таки, не забываем сажать впоследствии, в обратной последовательности, когда собираем, на резьбовый фиксатор. И не забываем, что степень затяжки должна быть согласно по мануалу. То есть, используем динаметрический ключ. Собственно говоря, хотел бы поделиться с вами, какие сальники стоят здесь. То есть, размер их 25, 47 на 7. Здесь стоят некие сальники «Паркер». МТС-Н 25, 47 на 7 и 6. Что, собственно говоря, дальше у нас? Дальше у нас муфта. Муфта и втулка. Собственно говоря, у нас вот такая вот выработка есть. Есть два пути ее снятия. Первый путь, самый простой, это мы режем болгаркой и, соответственно говоря, ее разбираем без геморроя. Второй путь более сложный, но, тем не менее, он все-таки тоже действенно имеет свои свойства. Это мы берем, вставляем какой-нибудь инструмент, упираемся вот в эту кромку и начинаем бить, пытаясь ее сдвинуть. Что для вас легче и проще, выбираете вы сами. Опять-таки, инструмент режущий можете выбирать абсолютно любой, который вы посчитаете нужно. Болгарка – это было одно из, так называемых, предложений. Ну, собственно говоря, на максимальном увеличении видно, как выработка появилась, благодаря которой выработке происходит течь сальника. Ну, в общем-то... Спасибо всем, кто окликнулся, на самом деле, и сказал мне, что проблема все во втулке. Я хотя думал, что проблема в сальнике. Ну, поехали дальше. В принципе, вся дальнейшая разборка и сборка будет показана. Ну, собственно говоря, снял я муфту, я ее распилил болгаркой, но чуть-чуть передержал и получил вот такой косяк. Конечно, такого не должно быть, это недопустимо, но в данном случае вот... Ну, так и есть, блядь. Поэтому будем сейчас одевать, собственно говоря, из нержавейки втулки и ставить их. Ну, следующий кадр будет установки. Будем прессовывать через стески. Для того, чтобы вытащить вот этот сальник, можно, в принципе, погреть вот эту часть, чтобы она чуть расширилась и он легче вышел. Ну, или вы, пожалуйста, выбирайте любой другой способ, который вам удобен для того, чтобы его вытащить. Это был один из предложений. А так что действуйте. Ну, собственно говоря, вот я и удалил сальник. Я использовал, естественно, горелку и использовал метод. Вот такой аккуратный метод и долбил сюда молоточком, чтобы он, собственно говоря, вышел. Вот он, в принципе-то, и вышел. Ну, соответственно говоря, ставим сюда новый сальник и производим обратную сборку. По сути того, в общем-то, и на этом-то все. Как говоря, вот он сальник почти установлен. Для того, чтобы его правильно забить, вы можете использовать в качестве оправки старый сальник. Им достаточно удобно забивать, он очень хорошо заходит. И вот тут осталось буквально чуть-чуть и вот забить его и произвести обратную сборку. То есть это для тех, кто, в принципе, думает, чем его обратно забить. Вообще, это видео, в целом, говорю, снято для тех людей, которые это хотят сделать самостоятельно. Никто это не знает. Тот, кто это умеет делать и делает очень часто, у них свои методики, свои правила в этом плане. Что может, что нельзя делать. И вообще, в целом, говорю, ребят, даже те, кто уже опыт имеет, пишите рекомендации свои, как лучше всего в этой вещи сделать. Я это делаю первый раз, но делаю чисто интуективно из своего опыта. Она сюда не годится. У нее, она все болтается здесь. Она не по размеру сделана. Ну что, друзья, продолжаем. Значит, следующим этапом у нас будет это посадка втулки. Я в данном случае использую оригинальную втулку. Я не использую другие втулки. Я хотел поставить, как вы могли заметить, из нержавейки, но случилось непредвиденное, что она оказалась не по размеру, и она просто, назовем, с бешеным была зазором. Значит, хочу сказать следующее, что поскольку вот эта деталь вращается, это вообще, это видео для тех, кто с этим вообще перерасталкивается, никто не понимает механики и как вообще это все дело устроено. Смотрите, вот этот вал вращается достаточно интенсивно, быстро и с большим усилием. И не просто так инженеры BRP вот эти втулки сажают с большим натягом. Это для того, чтобы, не дай бог, ее не провернуло. И не получился такой эффект, что втулка вот эта на месте, а вал внутри вращается. Соответственно, сами понимаете, какая будет проблема в этом плане. Поэтому, ребята, используйте оригинальную запчасть, в которой будет ходить определенное количество времени, которое может. впоследствии, может быть, возникать вот такие вот износы. Поэтому я вам рекомендую использовать все-таки оригинал, либо такую втулку, которая выбрана с хорошим натягом, одевалась вот на эту муфту, чтобы избежать впоследствии дорогостоящего ремонта. Вот, собственно говоря, вот эти вот элементы, которые вы можете видеть, они не критичные, не страшные, но в целом надо вообще разрезать такие вещи очень аккуратно. Я вот, видите, неаккуратный человек в этом плане оказался и передержал, и чуть ее пильнул. Но втулка, поскольку у нас серия с большим называется натягом, то здесь зазор будет минимальный. И опять-таки, вот эта вся часть, в которой я рукожопил, назовем так, не надо стесняться от этих слов, втулка будет сидеть вот здесь. То есть, самая, так назовем, зона грязная, она будет здесь, и она будет прикрыта втулкой, грязь сюда не будет попадать. А остальная часть будет вот эта вращаться уже в сальнике. Опять-таки, можете сюда что-то нанести. Такое, чтобы она, соответственно, убрала. Убрала. Вот этот как раз так называемый вот этот так называемый повреждение, или как угодно его назовите. Собственно говоря, погнали дальше. Теперь перейдем к сальнику. Здесь сальник у нас стоит неоригинальный. На тот момент, когда я, соответственно, купил, был неоригинальный сальник, и думал, что все поставлю, соберу. В итоге я потом купил оригинальный сальник, но не стал уже выковыривать этот, подумал, все-таки он пройдет сколько, какой-то определенный промежуток времени. Вот мне стало интересно, сколько такие сальники неоригинальные будут ходить. Я подозреваю, что этот сальник Allballs, но заметил, что он фактически сделан идентично. То есть, у него имеется так называемая канавка. Такая вот канавка. И вот в эту канавку нужно добить максимальное количество возможной смазки. Ну, только, пожалуйста, не надо умазывать все. Я, конечно, постарался сделать все это дело очень аккуратненько, но придется все-таки аккуратненько это дело удалять. Излишки такие, так называемые, которые можем вот заметить здесь. Вот, собственно говоря, смазку можете использовать любую, которая, так называемая, не вымывается водой. Температура здесь большой и высокой нету. Поэтому до 100 градусов там, в принципе, любая смазка может сюда подойти. Опять-таки, повторюсь, не повторюсь и буду, как, назовем так, заведенная шарманка говорить, что не забывайте сажать обратно этот болт на резьбовой фиксатор согласно тому усилию, которое заявлено заводом из газовидов. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, в районе 72 и 5 ньютона, плюс-минус сколько-то. Это достаточно усилия для того, чтобы его закрутить. Опять-таки, проблема может, с которой столкнуться. Это вам нужно будет зафиксировать узлы, потому что когда вы будете пытаться затягивать, она будет вращаться. Вот, собственно говоря, вот так. Погнали дальше. Как будем одевать втулку? Вариант, который буду использовать я, достаточно такой, назовем хардкорный, но он будет элементом пресса. Это наши любимые тиски, но при этом у меня втулка достаточно муфта холодная, а втулочка у меня будет горяченькая. Ну, не очень сильно горяченькая, так вот просто нагреем ее, для того, чтобы она чуть-чуть расширилась и легко у нас оделась на эту муфту. В целом, как бы, вот процедура таким образом будет выглядеть. Только обязательно нужно учесть такой момент, чтобы вот эти все она четко вставала и не перекашивала, чтобы ее не запороть. Практически ее одел. Практически снаружи она нигде не повреждается, потому что эта часть будет рабочая, поэтому ничего страшного. Каждый раз снимаем и смотрим, как она заходит. И не забываем менять. Ну, собственно, такими действиями дальше. Желательно, конечно, подкладывать сюда очень хороший металлический предмет, который будет ровно. У меня, короче, чуть-чуть подминает. Это, конечно, моя беда. Ребят, значит, что у нас самое важное? Вот эта втулка должна быть посажена до конца. Почему до конца? Да, потому что когда, если она не до конца посажена, вы когда вставляете, закручиваете, у вас получается, что сальник не прижимается к втулке и у вас получается негерметично, отсюда могут быть проблемы впоследствии с редуктором. Вся такая основная боль, возникающая в этом плане, связана именно с некорректно установленной втулкой. Как можно эту втулку до конца одеть? Да, используем старую нашу втулку. Старую нашу втулку используем, зажимаем, одеваем и зажимаем в тиски и додеваем ее. Вы увидите, про что я говорю в процессе сборки. Тобственно говоря, вот про что я хотел бы сказать. Мы видим, как у нас резинка полностью прилегает к втулке у сальника. очень важно. Тем самым это создается герметичность. Если втулка посажена неправильно, то у нас будет пить воду. Все остальные проблемы отсюда могут быть. Вот собственно говоря, ребята, имейте в этом плане в виду. Как можно в принципе зафиксировать этот вал в домашних условиях в вашем гараже не используя сервис. Я использовал вот такой вариант. То есть я аккуратненько подложил редуктор, зажал соответственно тискету часть и опять-таки не забываем затягивать его с нужным усилием. Значит по мануалу у нас получается там 75 ньютонов плюс минус 5. Соответственно я выставил 70 2 все с нужным усилием я уже затянул дальше производим сборку на этом в принципе этапе мы закачиваем ну в принципе вот и все вставил я редуктор останется только надеть хомуты сюда 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 редуктор я еще пока не закручивал просто вытащил болты на счет этот болт поставить закрепить и вот этот в целом выглядит у меня теперь пока все это делал вот так делал это первый раз ну по сути честно говоря ничего сложного здесь нет все это делалось достаточно просто и легко опять таки поскольку я вытаскивал сюда надо тоже будет добавить смазки потому что здесь ее херно чевал и надеюсь нужно чтобы таких же не появлялось выработок ну в целом так коль мы расслабили вот эти болты можно как раз их шприцануть смазка очень хорошо туда плотненько зайдет потом я добавлю вот сюда еще шаровая хоть достаточно очень хорошем состоянии но смазки туда не мешает добавить и потом шприцану вот вот эти подшипники они не лифтят но смазки сюда стоит добавить будет не лишним но в целом пойдем дальше поэтапно ну что собственно говоря вот у нас весь процесс практически пошел обратно закинул редуктор закрепил его соответственно обязательно тянем болты только тем количеством нитенов которые указаны в мануале далее что верхний кулак точнее верхнюю шаровую я не снимал только нижнюю вставил привод и соответственно кулак вставил соответственно в редуктор далее что у нас ну нижнюю шаровую давай дальше мне остается одеть амортизатор и рулевую тягу в целом эта сторона будет практически собрана и ну конечно гайку опять таки все тянем согласно тому усилию которое заявлено заводом изготовителем от себяшки никакой не делаем амортизатор наделаем наделаем что это амортизатор в